Возле главных европейских учреждений Брюсселя выставлен рисунок маленькой сирийской девочки. На нём окровавленное тело и стреляющий танк. А рядом школьная доска с напоминанием о том, что 4 миллиона детей выросли в Сирии, не зная ничего, кроме войны. На таком фоне пройдёт седьмая конференция доноров Сирии под эгидой ЕС. Мы обратимся здесь к международному сообществу с отчётливой просьбой «Подтвердите свою приверженность делу возвращения к нормальной жизни детей, пострадавших в результате конфликта», говорит глава иорданской благотворительной организации Ирания Малки. «Мы просим Европу не уменьшать достигнутый в последние годы уровень финансирования и поддержки таких стран, как Иордания, Ливан и Турция, которые принимают миллионы семей и детей, а также вкладывать средства в гуманитарную работу внутри Сирии». Такой работой занимается глава немецкого отделения Красного Креста на Ближнем Востоке в Северной Африке. Она надеется, что Брюссельская конференция привлечёт внимание к бедствиям сирийцев после почти девяти лет войны. «Ситуация ужасная. Это по-прежнему один из крупнейших гуманитарных кризисов в мире, заставивший покинуть свои дома огромное количество населения», говорит Астрид Ниссон. «По-прежнему более шести миллионов человек являются перемещенными лицами внутри Сирии и ещё пять миллионов в соседних странах. Там мины, неразорвавшиеся боеприпасы, нехватка элементарных услуг, здравоохранение, школ, воды. Люди нуждаются во всём этом». Для международных доноров важнее всего, чтобы обещанная ими помощь дошла до бедствующих сирийцев.